Всем привет, Сва Иванок. У меня для вас такая вот интересная тема для размышления. Причина, по которой я ее решил затронуть, само собой, никого наверняка вопросов не вызывает. Это релиз Баналорда после длительного раннего доступа. Все в него кинулись играть. Само собой, появилось множество людей, которые наверняка захотят познакомиться с ним впервые. Ну и в силу этого я решил запилить такой видеоролик. Но я пойду чуть дальше, и сегодня мы с вами подискутируем на довольно интересную тему. Для тех, кто родился в конце 80-х и позже годах, у меня такой-то вопрос. Помните ли вы, как вы захлеб рассказывали своим друзьям об какой-нибудь игре, которую вы встретили? Для дэйдзи, для компьютера, для какой-то там более современной приставки. Ну, в общем, то, что лично вас покорило, то, что вас лично заинтересовало, и вы пытались своим друзьям донести эту идею. Может быть, завлечь, может быть, просто заинтересовать. Но вот просто передать свои эмоции и объяснить, почему эта игрушка лучше всех на свете. Вот я предлагаю нам сегодня попытаться так поступить в отношении нашей любимой серии Mountain Blade. Ну, само собой, будем мы рассматривать этот проект с точки зрения Баналорда, хотя, в принципе, с точки зрения именно, что рассмотрение таких вот базисов Баналорда, он ничем практически не отличается от первой части. Но так как именно Баналорда сейчас является наиболее топовой игрушкой с точки зрения потенциальной популярности, потому что он занимает где-то середину в топе самых играемых игр в Стиме, он явно более попсовый сейчас. И понятное дело, что если уж люди придут смотреть, то придут смотреть они в первую очередь на Баналорда. Ну и плюс он все-таки более репрезентативный, ну просто потому что и графика там все-таки получше, не смотрится он так вот совсем неказисто. Ну, поэтому все-таки Баналорд. Поэтому давайте попробуем сейчас вникнуться в Баналорд для нубов, как этих самых нубов заинтересовать, пытаться завлечь в наш стан фанатов этого проекта. И понятное дело, что тут очень важно не скинуть кучу информации, не закидать его ненужными сведениями, о которых человек просто устанет и перестанет вас слушать. Нужно самую такую мякотку представить, которая и станет теми вещами, которые потенциально могут людей заинтересовать. И здесь надо само собой идти последовательно, то есть не кидаться из одной точки в другую, а перейти грамотно, взвешенно, но при этом без лишней воды. Ну, конечно, в рамках моих видеороликов и без воды это, на мой взгляд, совершенно несовместимые понятия, но попробуем, да? И начинать, само собой, надо с глобалки. Глобалка это та вещь, которую каждый человек сразу видит в игре и с которой он знакомится в первую очередь. Что такое вообще глобалка в рамках Баналорда? Это куча нюансов, это, само собой, различные субъекты и объекты, это возможность посетить каждый город. Ну, в общем, это то, что, по идее, должно интересовать людей, которые любят такой поход взвешенный, где экшена меньше, но при этом больше менеджмента, больше каких-то тактических нюансов. Что тут можно объяснить? Ну, само собой, надо сразу же сказать, что глобалка это куча различных поселений, каждый из которых мы можем посетить, погулять по нему. И при этом, при всем, это еще и различные фракции, государства, отдельные кланы, которые на этой карте занимаются своими делами без участия игрока. То есть ты можешь просто сам ничего не делать, но при этом государство будет воевать, дружить и тому подобное. То есть эта игра не крутится вокруг игрока. Да, у нас есть собственный отряд, мы этим отрядом бегаем по карте, но там бегают и другие армии, они воюют, они взаимодействуют друг с другом, с ними тоже можно взаимодействовать, на них можно нападать, можно с бандитами воевать, можно даже влезать в большую политику. И все это в рамках данной игры, несомненно, является чуть ли не уникальным действием, потому что в других играх этого нет. Есть игры с глобалкой, но это все не то. Не то и в серии Total War, и в играх а-ля RPG, где все, опять же, зависит от нашего героя. Здесь живой открытый мир, и этот самый мир уже интересен сам по себе. Его интересно изучать, интересно смотреть, как он изменяется, смотрите, как граница двигается, как одни фракции захватывают других и тому подобное. Но, само собой, при этом, при всем, рано или поздно, мы сталкиваемся с такой вещью, как сражение. И сражение — это отдельная часть данной игры. Они тоже интересные, многие полюбили эту игру именно что ради сражений, потому что мы входим в битву с теми войсками, которые мы встретили на карте, с нашими союзниками, которые в это время шли с нами на этой самой карте, и мы вступаем в такой-то масштабный бой, в рамках которого у нас чуть ли не стратегия возникает, но не как Total War, здесь немножко все попроще, не нужно слишком взаумственно тут думать, размышлять над командами, но не есть. Наших солдат можно отправить в боу, они могут рубиться сраженскими войсками, можно лучников дети разместить, они будут их поливать градом стрел, можно возглавить кавалерийскую атаку, ну, в общем, это все, опять же, уникально, потому что в других играх, как правило, ты либо играешь за отдельного персонажа, который нарезает противников, либо речь идет о небольшом отряде, ну, там максимум человек пять, а тут целая толпа, целая своя армия, и ты этой армии врываешься в толпу противников и их гасишь. При этом сам наш герой, само собой, тоже умеет воевать, он умеет махать мечом, и сражение именно в плане личного фехтования, личных боевых навыков тоже важно в этой игре, и зачастую многие вещи ты делаешь самостоятельно, нарезаешь кучу противников, их куда-то заманиваешь, в это время-то войска их расстреливают, а ты доблестно рубишься, пытаешься вражеские войска сдерживать, и все это работает на основании, достаточно проработанной системе, даже, можно сказать, относительно сложной. Но здесь нет такого ничего преодолимого, просто нужно к ней привыкнуть. Тут есть система удара и блоков, то есть тебе нужно блокировать вражеские удары с нужного направления и, наоборот, бить в то направление, которое противник не закрыл. Все это очень интересно смотрится, в принципе, ты со временем к этому привыкаешь, начинаешь очень хорошо драться, и это все в итоге выливается в динамичные, интересные, насыщенные сражения, к которым еще и подрубается вот такая вот РТС-система. Еще здесь есть система развития персонажа, но не так, как мы привыкли видеть в классических ПГ, без таких вот слишком сложных переусложнений, но при этом есть здесь на чем задуматься, и что покачать. Здесь в основном все зависит от твоих навыков, от того, как ты прокачал перки, можно развивать лучника, можно копейщика, можно чувака с двуручным тяжелым молотом, то есть именно что навыки владения, потому что в бой ты можешь любое оружие, которое ты купил взять, а вот для того, чтобы эффективно сажаться, нужно качаться. Плюс здесь прокачиваются другие различные навыки, которые позволяют тебе эффективнее управлять отрядом, лучше торговать и тому подобное. И все это качается за счет твоих действий, то есть как, допустим, в The Elder Scrolls, когда ты совершаешь определенные действия, и оно повышает определенный навык. Еще здесь можно гулять по городам, они здесь такие же красивые, как во многих РПГ, и при этом при всем они тебя никак сюжетно не ограничивают, то есть полная свобода, как и со всей другой игрой. То есть ты заходишь в город, ты просто по нему гуляешь, заходишь в торговцу, заходишь к каким-то товарищам, у которых можно взять квест. Квесты здесь не сюжетно в основном, а просто обычные побочные задания, но они зачастую достаточно интересные, потому что их много, они разные, и в общем, в этой игре, в общем-то, сюжет не нужен. Это не про то, чтобы идти воевать со вселенским злом, это про то, что ты что хочешь, что и в этой игре и делаешь. Еще здесь есть развитие твоего отряда, торговли, можно даже свои караваны снаряжать или наоборот вражеские караваны грабить. Здесь можно стать лордом и получить в распоряжении собственный замок, а даже можно стать, если захочешь, со временем королем и управлять собственной фракцией. А еще здесь есть мультиплееры, ты можешь отточить свои навыки и проявлять их в отношении других игроков, показывать, насколько ты круто сражаешься и других игроков нагибать. Особенно фановые, это режимы, где кучу народу, тут можно аж до 100 человек на севере встретить, и это все обращается в массовые такие мясные зарубы. Что ж, все равно, конечно, я это все дело растянул минут на 6, но, на мой взгляд, получилось достаточно неплохо. Самое главное, что сейчас я вам раскрыл, по сути, ну, такую-то базовую концепцию игры. Конечно, я упустил массу деталей, здесь многие вещи нуждаются в детальных пояснениях, но все это, конечно, на мой взгляд, уже вещь для тех, кто все-таки соберется в эту игру играть, для тех, кто уже начнет вникать в нее, и кто будет уже сталкиваться со всеми этими вещами. А так вот, в базе своей, то, что я рассказал, это, по сути, есть основа Маттенблейда. То есть, самое главное, на самом деле, многие из нас, кто вот в эту игру давно уже играет, кто с ней свиксит, забывает о базовых вещах, базовых постулатах, о том, что мы, на секундочку, все еще, несмотря на то, что с момента выхода первой части прошло уже множество лет, играем в уникальную игру, в песочницу с такими механиками, которые другие разработчики даже не помощляют реализовать. Это не классическая RPG, это не стратегия, это не просто там какой-то экшен, где ты без устали рубишь кучу противников, это именно что смесь. И в рамках этой смеси, это не просто игрушка, которую мы раньше никогда не видели, ну, если вы в нее не играли, но целый отдельный жанр, не имеющих в себе аналоги. И, конечно же, смотря данный видеоролик, смотря мои размышления, вы вот можете задаться вопросом, а для кого я это, собственно, рассказываю? Ну, вы, наверное, и сами справимся, если хотим об этой игре рассказать. А ролик, на самом деле, я снимаю этот банально по той самой причине, что я и сам периодически забываю об уникальности данной игры, начиная считать ее чем-то, само собой разумеющимся, что здесь, в принципе, все стандартизировано, все шаблонно, и просто забываю о тех моментах, когда сам лично с этой игрой только впервые познакомился, а было это очень-очень давно, еще во времена бета-версии первой части, как тогда я сам, вот такой вот зеленый новичок, знакомился с этой игрой, пытался вникнуть ее особенности. И когда-то я тоже узнал об этой игре впервые, и на самом деле, то, что я о ней тогда прочитал, во многом сыграло свою роль, потому что уже тогда игрушка была не самая прям навороченная в плане графики, уже начинала она устаревать, и сложно она могла мне показаться, но вот именно что, понимание необычности данной игры меня заинтересовало, и я пошел дальше, несмотря на первые трудности, и в итоге, собственно, познакомился вот с таким вот, я не помню это слово, шедевром. Да, у Армагана, конечно, не все идеально, и до сих пор не все идеально, но когда-то он сырпел вот такую вот концепцию, и сейчас я могу сказать, что действительно совершенно не стыдно, даже с упоением можно об этой игре рассказывать другим, для тех, кто с этой игрой сам еще не познакомился, и это, само по себе, на мой взгляд, замечательно. Уж простите меня за такой вот слишком винистый ролик, вообще практически ни о чем, просто хотелось вам несколько напомнить о ваших личных тоже первых эмоциях, ну и, соответственно, попытаться все-таки все это дело как-то вместе в одну идею слепить. Ну и, само собой, наверняка я в этом видеоролике что-то забыл упомянуть, что-то очень важное, что нужно обязательно было бы ставить в этот ролик, но я не ставил. Поэтому предлагаю вам, если вы обнаружили такие вещи, написать об этом в комментариях, и мы вместе подумаем, настолько ли это вот существенный момент. Ну а с вами был Ванокс, спасибо за просмотр данного видеоролика, не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарии, и всем удачи!